Всем привет, вы на канале СуперКит. Чтобы комп работал нормально, нужно следить за тем, чтобы он не перегревался. Это касается не только процессора, к которому продается уйма систем охлаждения, а и других компонентов. Об одном из них, а именно о системной плате, я и хотел бы поговорить. Я купил этот комп 5 лет назад, так уж вышло, что 4,5 из них я этим компом не пользовался и даже не включал. И при включении я понял, что за такое время села батарейка, с замены которой это видео и начну. Проблему высокой температуры моста я узнал сразу, но получилось это случайно, ведь при запуске и входе в биос температура системной платы отображается как 30-32 градуса. Но мне захотелось коснуться радиатора, установленного непосредственно на плате, и мягко сказать я офигел. Я просто не могу держать на нем палец больше 2-3 секунд, ведь он очень горячий. Стал смотреть, что к чему, установил аиду, а в ней я увидел множество разных температур. Но системная плата здесь, как и в биосе, такая же и достаточно холодная, те же 30-32 градуса. А вот этот датчик достигает 59 градусов, иногда снижаясь до 52. Стал искать характеристики по максимальной температуре для чипсета этой материнской платы, и нашел инфу, что данному чипу не страшны температуры до 100 с плюсом градусов. Вроде бы получается, что в максимальных 59 градусах ничего страшного нет, но на душе неспокойно. Поэтому я решил сначала приколхозить маленький вентилятор, но он не соответствует размерам, неудобно крепится, а самое главное, почему я не согласен оставить такое решение, это то, что такие вентиляторы шумят как невменяемые. Я же в любой сборке хочу получить максимально тихий вариант, насколько это возможно, поэтому решил заменить радиатор на более основательный. Хочу сделать небольшое отступление и немного попытаться разобраться, а что же за температуры вообще отображаются в Аиде. Зачастую множество параметров и приводит к тому, что люди не знают что, как и где смотреть. Из картинки чуть ранее первые значения вроде бы понятны, это проц и материнская плата, хотя теперь мне и самому не очень понятно, о какой температуре системной платы идет речь, которая обозначена как 32 градуса. Но что такое целый набор температур, которые отображены ниже, это вопрос. CPU package это температура под защитной крышкой процессора. Как правило, выше на несколько градусов, чем температура процессора на теплораспределительной крышке. Это температура кристалла в ядрах процца. Имеет схожее значение, что и предыдущая, так как по сути ее и задают. CPU GT, температура видеоядра, то есть встроенной в проц видеокарты. Температура ядер центрального процессора, датчик конкретно в каждом ядре. Диод ПЦАЖ. Да, мне именно как ПЦАЖ это удобно читать и произносить. Это температура моста. Википедия говорит, что южного, так как роль северного ушла в проц. Где-то пишут, что так определяется северный мост. В моем случае он один-единственный, и это точно он, потому что я верю и своим ощущениям, и пирометру, и результату воздействия вентилятором на него. Все сходится. Про то, за что отвечают северный и южный мост, и почему он иногда бывает один, можете почитать сами. Сейчас видео о том, что независимо от названия моста и его назначения, нужно понизить, на мой личный взгляд, его высокую температуру. Однако, задача не такая уж и легкая. Ведь для чипсетов сейчас систему охлаждения не производят брендовые производители, а это сильно сужает возможности. Более того, мне же не нужно заменить один непродуктивный радиатор на другой, который будет почти таким же. Нужен такой, чтобы и по размеру подошел, и по эффективности. С нужной фиксированной системой крепления к плате, но с большим теплоотводом найти практически невозможно, хотя вероятность существует. У меня есть три радиатора, один из которых как раз не очень отличается от штатного, поэтому даже не буду его показывать. Второй, тот самый брендовый, который мне достался по случайности. Я купил его задешево, но и он не в новом состоянии и явно подвергался воздействию. У него сделаны отверстия под винтики и отшлифована площадка. Зачем так сделал прежний владелец, я не знаю. Видимо, этого требовала ситуация. Ну и вот такой, который я как раз купил на Алике. Оба они имеют универсальную систему крепления, но не факт, что она подойдет именно в моем случае. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для начала нужно снять старую пластинку. А потом хочу попробовать оба новых и сравнить, а также оценить возможность установки и доработки. Для того, чтобы радиатор лучше отстал от чипа, я немного прогрел его посредством работы компа. Он отстал очень легко, я вообще не прилагал сил, хотя думал, что придется. Вот такая штуковина охлаждала до 50 с плюсом градусов. Такое впечатление, что спецом фигню ставят. Теперь предлагаю посмотреть на эффективность того, что хочу установить. Как и в моих последних видео, буду использовать термопасту MX4, которую я купил под замену процан. Сначала такой вариант. Сразу видно эффективность, температура уже лишь 43 градуса. Смотрим второй вариант. Продолжение следует... Несмотря на разницу в конфигурации, материале и весе, разницы по теплоотводу нет в моем случае. Попробую предположить, что слишком маленькая площадь соприкосновения, и чип не успевает больше тепла передать. Во всяком случае, с пассивным охлаждением. В общем, покрутил я, повертел радиаторы и материнку, и понял, что придумать что-то другое, кроме как спила части ребер до основания, чтобы там сделать отверстие для пластиковых клипс, ничего не получается. И вот, что у меня вышло. Не идеально, но попробуйте без особых инструментов иначе. В результате модернизации радиатор потерял часть веса и где-то 6 ребер. Но по-прежнему является достаточно отличительным от штатного. Переходим к установке. Предварительно все обезжириваю. Так же из такого упаковочного материала вырезал прокладку по типу той, что была наклеена на заводском варианте. Я так понимаю, что это предотвратительная мера, чтобы не сколоть кристалл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и все. Вот так получилось в итоге. По-моему, достаточно классно на ВИ. Конечно, новоустановленный радиатор парой ребер перекрывает слот для видеокарты. Но в моем случае в этой комплектации ее никогда не было и не будет здесь. Естественно, я это учитывал. Если бы дискретная видеокарта была все-таки, то можно было бы спелить или сточить еще пару ребер и проблема будет решена. Вряд ли здесь можно сказать о каком-то едином варианте установки. Все-таки платы немного разные и это уже индивидуальный случай у каждого. Я себе сделал так, а если вам нужно иначе, делайте под свою конфигурацию. Ну и включаем на проверку. Все та же температура 43 градуса. Я и раньше делал тест и влиять нагрузкой на систему, чтобы менялась именно эта температура, не получалось. Скорее зависимость была от того, открыта крышка компа или нет и от скорости вращения вентилятора на процессе. Ведь потоком воздуха как-то оно чуть-чуть обдувалось. Сейчас я чувствую, что радиатор тепленький, так что тепло к нему приходит явно. Контакт есть, и судя по температуре, я вижу, что цель достигнута. В среднем на 15 градусов мост холоднее, причем без создания дополнительного шума. Раз уж все разобрано и само шепчет сними радиатор с процца и замени термопасту, то так и сделаю. Особенно интересно, что компом, хоть особо и не пользовался, но сейчас между проццом и радиатором КПТ-8. И как мне писали в комментариях под видео о замене процца в основном компе, что КПТ-8 так пересыхает, что оторвать невозможно. Ну вот смотрите, 5 с плюсом лет компу и термопаста вполне живая. Вот мой проц. Он трудится в этом компе. Между прочим, загрузка YouTube 1080p загружает проц от 30 до 50%. Так что, как медиакомп этой комплектации, жить и жить. Боксовый радиатор на процце тоже не выглядит мощным. Всего 15 мм в толщину. Но даже в такой сборке с КПТ-8 у процца была температура менее 35 градусов. Теперь здесь будет MX-4. И в результате где-то минус 3 градуса от того, что было. Естественно, в силу разного расположения элементов на системной плате может не получиться установить такой радиатор, как у меня. Но есть китайский и на тепловых трубках. Ради интереса поискал. Вот так он выглядит. Визуально его площадка еще меньше, что должно позволить ему подойти в более труднодоступных случаях. А вообще, это, конечно, индивидуальный случай и нужно под это подстраиваться. Ссылки на полезности в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok